приветствую всех уважаемые любители шахматы в этом ролике я вам покажу одну партию подписчика и ученика рейтинг я вам не скажу это будет ваша задача отгадать уже какие рейтинги были у белых какие были у черных итак поехали мы будем болеть за белых и будем изучать в первую очередь эту партию со стороны белых белые сыграли d4 а черные ответили ходом f5 пару слов скажу о том что в дебютный репертуар белых входит гамбит блэкмара димора в ответ на d5 е4 играет но черные удивили голландской защиты f5 что для нас очень хорошо потому что мы также можем попробовать играть наш гамбиты против голландской защиты ведь это очень просится и также белый играет е4 черные пешку забирает фе к сожалению прямо сейчас наказать черных не удается ходом ферзь h5 потому что черный пока что прикрывается пешкой g6 и ничего особенного в этом ходе у нас нету поэтому белые по аналогии с основной теории гамбита блэкмара димора играет конем c3 черные защищают этой пешку своим конем и снова ход f3 суперграссмейстеры теоретики спорят на тему того как лучше здесь начинают сначала ходить пешкой или может быть сначала развить слона но это не предмет нашего изучения в 3 под нормальный так ходить можно и вот здесь если черный заберут еф посмотрите очень похоже на блэкмара точно так же мы развели двух коней только у черных отсутствует пешка f7 что скорее всего даже очень хорошо для нас поскольку постольку сейчас у черных оба слона закрыты а у нас оба слона открыты поэтому черных такое такой сценарий не устраивает и они решили свою пешку центральную поддержать ходом d5 ну белые забрали черные забрали и белый играть слоном g5 потенциальная угроза такая что хотелось бы забрать f6 и хотелось бы отыграть пешку с хорошей позиции стоит всегда отметить что в этих в этих линиях в этих вариантах h6 всегда является ошибочным решением потому что после взятия взятие мы даем шаг ферзь h5 и черные уже должны потерять право на рокировку возвращаемся черные сыграли слон f5 нормальный естественный развивающий ход слон развивается и пешку е4 поддерживает что делают белые они развивают своего белопольного слона куда обычно мы ставим d3 тут стоит пешка поэтому белые приняли решение поставить слона на диагональ а2 g8 и вот видите снова где-то поле f7 начинает зависать поле е6 мы контролируем и черный играет е6 пешкой идея понятна они держат слона под защитой открывает диагональ чернопольному слону здорово вот сейчас у белых ей знаете 222 подхода к этой позиции первый это пока просто развить коня на едва сделать короткую рокировку там уже думать может быть конем же 3 пробовать может быть конем f4 давить на пешку е6 но белые сыграли сразу они решили что есть перевес развития компьютеру это не очень нравится но по-человечески смотрится очень здорово я думаю что вы понимаете о чем идет речь белый играет пешкой д5 да то есть белый пытается сразу вызвать огонь в этой партии до развития всех своих фигур и использовать некоторый перевес в развитии у нас три развитые фигуры черный играет слон е7 да стоит отметить что взять и наверное на д5 не очень хорошая потому что мы забираем конем и теперь уже подраживая знаете вот случае такого дурацкого ходе c6 берем f6 шахом пешка берет из бит д8 король бит д8 слон бит f6 такая вот идея на повестке дня имеется поэтому черные спешат как можно скорее укрепить своего коня ходом слон е7 вот они отдают пешку обратно ходом д е вот и белый рокируется и сейчас возникает второй достаточно любопытный момент и белые решили задать сопернику несколько вопросов и в условиях контроля времени по 10 минут мне кажется это решение достаточно серьезное смотрите что они делают они играют слон бит f6 после входа слон бит f6 у белых у черных есть три четыре способа ошибиться первая ошибка это взятие слоном именно этого белые добивались пешка шагая до седьмого ряда шах и минус ферзь если черный забирает ладей на f6 тогда мы забираем ферзем d8 слон бит d8 е7 и снова та же самая идея и последний раз когда черным могут ну примерно ошибиться это съесть ферзем на d1 конечно белый будет брать ладей опять-таки слоном брать нельзя мы продвинемся прямо а когда берет ладей у нас есть доступ поле d5 конь d5 и теперь ладья висит слон висит c7 висит в общем все висит поэтому даже если компьютер здесь относится к этому ходу не очень хорошо сомбит f6 выглядит здорово потому что пока черные будут высчитывать все эти варианты они будут очень сильно проседать по времени и плюс из четырех ходов три из них проигрывают но они принимают правильное решение не берут именно пешками f6 они берут пешкой ослабляется вертикаль для короля к сожалению использовать пока что это не удается хотя можно уже попробовать как-нибудь ферзя выкинуть на h5 но белые белые за всех сил пытаются реализовать вот эту идею что слон стоит на диагонали с королем и поэтому играет с d8 понятное дело что брать слоном нельзя то пешка двинется и черным конец поэтому они забирают владель и вот здесь вот здесь решение которое принимает белый достаточно спорное но это если смотреть ее именно строго с компьютером я думаю что вы также какие подписчик также какие в принципе я хотели бы спросить у слона на е7 несколько задать неудобных вопросов а что вы теперь будете делать я такой слона я такой c7 как можно отказаться от этого хода на черный находит правильный ресурс и не играть конем c6 и выясняется что когда мы забираем пешку c7 е7 уже нет смысла брать мы атакуем ладью и вот тут железный друг говорит о том что не надо суетиться просто черный прыгает в контратаку конь b4 и у белых уже проблемы у белых уже проблема зависает c2 а потом уже они в случае допустим слон b3 сыграет ладью и на c8 и у белых здесь нету доступа к поле d5 а причем тут по доступу поле d5 вы сейчас увидите партии черные наверное машинально мне кажется они долго особо не думали они просто сыграли ладью а на c8 вот и вот здесь видите белый возвращается конем d5 и казалось бы и пешку съели и ничего не зевнули теперь е7 подконтрольная f6 также мы атакуем вот черные делают еще один человеческий шаблон на ход они ходят королем на g7 это все понять можно теперь уже словно c4 не такой мощный уже нигде не будет идей с движением пешки е6 f6 защищено все в порядке ну белые делают грамотный ход мне так кажется это ход конем е3 назад очень важно вовремя успокоить свои нервы то есть мы играли в шахматы конкретно вот посмотрите еще раз то есть вот здесь уже пошла какая-то драка взятие взятие размен потом конь запрыгнул затем забрали пешку теперь лишняя пешка и просто просто чтобы ничего не зависало играет конь е3 классно почему потому что теперь пешка е6 защищена слоном конь c3 атакует слона поддерживает пешку c2 здорово черный играет слоном g6 белый развивает коня е2 черный прыгает конем на е5 и начинает открывать вертикаль для ладьи у него вторая ладья тоже открыта это означает что у черных есть компенсация да у черных есть компенсация за пешку белый ставит слоном b3 логично логично защитить пешку чтобы слон еще на c4 при этом не висел черные пошли играть f5 и вот этот ход наверное да неудачный хотя идея в этом ходе есть если вы заметили после хода f5 диагональ от слона открылась и возможно черные планируют играть слон g5 следующим ходом и поэтому белые делают грамотный ход они играют пешкой на h4 хотя компьютер говорит что можно было конем просто прыгнуть на h4 мне очень нравится потому что мы контролируем поле g5 и во вторых мы угрожаем чем напасть на слона слон отойдет забрать пешку шахом черных такое не устраивает они играют пешкой h5 тоже логично тоже логично и теперь уже белый ставит коня на f4 получается что вот эти два коня по черным полям заблокировали черные пешки f5 и 4 и вот этот слон g6 остается в дураках потому что он ну это по сути большая пешка функции слона ограничено только защитник в этой парке черные пытаются что-то подкрутить играет конем g4 хотят предложить нам какой-то размен но конечно мы размениваться не будем несмотря на то что у нас лишняя пешка но это не тот тип позиции когда мы должны принимать такое решение белый просто запрыгивать конем на d5 очень классно очень здорово атакуем слона закрыли вертикаль для ладьи и позиция белых улучшается у черных ухудшается черные поставили слона на диагонали 7g1 контролирует какое-то поле f2 пока что f2 мы не защищаем пешка продвигается прямо под боем ладья ладья пошла на d6 достаточно умный ход потому что после хода е7 белые также освободили поле для коня и ладья d6 это все-таки здорово черные играют классно классно и тут белый играет слон а4 идея хода понятная мы хотим сначала съесть слона а потом хотим пойти пешкой прямо и прямо и разменять ферзя за ладью c8 у нас слон а4 пешку поддерживает поэтому черный тут же убирает этого слона f7 вот посмотрите как здорово белый буквально вот с этого момента с этого момента они препятствуют коду слон g5 играет h4 затем ставит лошадку сюда и каждым ходом они идут вперед поставить и каждым ходом они идут вперед и вот тут когда уже коня d5 зависает белый просто играет пешкой c4 учебных есть какой-то шаг на f2 но ничего не дает есть какое-то нападение конем но тоже ничего серьезного владя пойдет на и падет вот но конь d5 сыграли пешка c4 висит они хотят съесть а потом хотят съесть коня d5 b4 эти тотальные шахматы по всей доске пешка здесь пешка так пешка туда сям слона пошел сону пошел d4 атакует ладью ладья пошла d1 атакует слона кто на кого нападает понять очень трудно слон пошел бы 2 что дальше происходит дальше происходит то что до слона b2 на большой диагонали но в целом ничего особенного он здесь не делает доступа поле c3 нету на скольный d5 стоит поэтому белый двигает пешки дальше не играет c5 то есть еще раз да друзья смотрите как все здорово потихонечку пешки начинают продвигаться на ферзевом фланге атакует ладью и мы завоевываем контроль над наиболее важными полями ладья пошла на 6 конечно черные пытаются активизировать свою ладью белый этаж и слоном на b3 и тут черные делают ход пешкой b5 это да уже понимаете следствие ограниченного количества времени на парке им давалось по 10 минут и черный немножко теряется хотя идея в ходе конечно же есть они боялись того что белый сыграет а4 потом сыграет b5 ну или сразу b5 то есть b5 вот мы понимаем ни в коем случае не надо показывать соперницу ваше знание правила взятия на проходе брать мы так не будем у нас теперь просто есть защищенная проходная пешка а в эндшпиле это уже большая большая сила белый пока что просто играет король е2 что в целом очень здорово когда у вас мало времени и у вас классные позиции вы не видите прямо таки прямого способа разорвать своего соперника конечно может представить просто короля на едва соединяется ладью король приближается ближе к центру теперь уже видите белопольный слон вообще нам шах никогда не поставит у чернопольного слона были потенциальные ша шансы дать нам шах но после король едва вообще ни одного нормального шаха нету поэтому черные пытаются здесь играть конем c6 держит пешку е7 под прицелом белый играет ладью е2 компьютер этот хоть не нравится но мне нравится потому что это понятно мы атакуем слона b2 мы готовимся захватить вертикаль льды и все здорово и все здорово но если вам интересно тут будет тактический ресурс белые могли сыграть конем c7 сразу и вот это действительно продвинутая техника но на самом деле такое увидеть свои партии уже на малом количестве времени просто по сути невозможно если вы не супер профессионал идея вода такая что теперь водя на 6 находится под ударом если водя забирается 7 то мы даем шахку не шить идея хода конечно же поставить вилку если слон заберет коня то мы проводим ферзя не так уж очевидно это двойное отвлечение отвлечение сначала ладьи от защиты поля е8 а затем мы отвлекаем слона защита поля е8 но ладья d2 это просто и понятно поэтому мы двигаемся дальше черные сыграли слон е5 ладья d1 сдваивается ладьи на е8 и вот сейчас тоже достаточно найти грамотный ход особенно когда у вас мало времени и у вас подавляющая позиция белый играть g3 белые дают дают черном возможность забрать пешку е7 ходом g3 они поддерживают коня чтобы здесь не зависал и черные посыпались они взяли е7 взяли е7 взяли е7 и видите как здорово белые своевременно захватили вертикаль д и врывается ладью и в седьмой вот конечно безошибочно играть у черных не получается не стукнули ладью ладья стукает в ответ теперь уже размен размен со связкой давлением на связанную фигуру единственный ход который позволяет держать эту фигуру это ладья f6 и вот теперь конь на f4 говорит свое слово играет комби d5 эта вилка слон связан брать не может поэтому черные сдались вот такая друзья партия давайте еще раз ее посмотрим самого начала быстренько разыграли голландскую белый все равно играет своего black more black more друзья это круто это здорово потому что у нас сразу все фигуры входят бой очень просто слоны открытые и вот здесь получается белый сразу сыграли d5 да здорово мне нравится по-человечески и вот здесь стали играть очень жестко смотри почему черные посыпались потому что белые начали задавать вопросы буквально с этого момента сомби d6 как ты пойдешь у тебя раз два три четыре года кандидата не ошиблись зато потратили время взяли взяли конь d5 снова жесткий вопрос что вы будете делать слон висит пешка висит черные разобрались но им пришлось думать и принимать решение до белые конечно играет не точно компьютер этот хоть не нравится но нормально прокатила конь вернулся и белые заработали таким образом лишнюю пешку а вот тут вот у друзья это называется очень часто когда вы играете против опытного сильного соперника и в этом выиграли какую-то пешку вам нужно будет сделать там ряд 5 6 7 аккуратных точных ходов и консолидировать свою позицию и белые именно это и делают они начинают возвращать коня обратно потому что он свою задачу уже выполнил пешка е6 теперь защищена и смотрите как просто пока белый вводит фигуры бой они не думают пока что об атаке вообще не думают они каждым ходом каждым ходом пресекают любую попытку черных активизироваться аж 4 классно кони в 4 классно теперь смотрите как только мы сделали три четыре пять подготовительных ходов конь для 5 пешка пошла слон пошел на 4 появляется снова угроза конь бежи 6 и провести ферзя слон вернулся c4 потом начали на ферзевом фланге и пошли уже вперед все пошли вперед практически каждый ход с нападением слон отошел король пошел конь c6 вот если бы еще заметить здесь конь c7 это вообще был бы выше пилотаж конь c7 вот такой вот двойное отвлечение это 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 супер это супер но даже так получилось очень здорово зло или ладе пешка g3 и здесь вообще не сложный вариант не сложный вариант и в конце концов конь на их 4 собирает пешку вот друзья мне партия очень понравилось я получил большое удовольствие потому что здесь была борьба здесь были идеи белые играли лучше черные чуть хуже и у меня знаете к вам такой вопрос как вы думаете а какой рейтинг был белым ну и ученых соответственно плюс-минус ответа вы можете написать комментарии или перейти в наш телеграм-канал и там увидите правильный ответ с вами был международный мастер шабель арсланов лайки ставьте друзьям рассказывайте всем показываете хорошего настроения пока